Особое мнение на 101FM Сейчас дают показания и бывшие, и нынешние сотрудники мэрии, и большинство из них дает показания, ну, если можно так сказать, против бывшего главы города Владимира Быкова. Но никаких подписей под документами нет, есть только слова свидетелей. Как думаете, они могут стать причиной каких-то действий со стороны правоохранителей? Ну, то, что идет суд по парку Победы для большинства жителей нашего города, это уже некое такое радостное событие, потому что после четырех решений суда, которые почему-то были вынесены странным образом не в пользу кировчан, а в пользу декой коммерческой организации, Ну, эта одежда, в принципе, наверное, уже умерла. Но вот, к счастью, то, что суд идет, и действительно, все наши предположения, которые мы обсуждали и у вас здесь в студии неоднократно, что за этим стоит бывший глава города, они сейчас подтверждаются конкретными свидетелями, бывшими работниками администрации и, к сожалению, почему-то еще и нынешними. Хотя, на мой взгляд, конечно, их уже после таких действий, то, что они делали с имуществом города, с такими землями, как Парк Победы, их, ну, я считаю, что идти должно уже там. Вы о ком сейчас говорите? Я говорю о дочальнике архитектуры и градостроительства Рубцовой, потому что, ну, последнее я читал в СМИ, какие она показания давала и как она говорила, что они там что-то изменяли, что-то делали. Ну, то есть, честно говоря, человек придумал схему, как украсть. На мой взгляд, заслуживает тоже, чтобы она была на скамье подсудимой. Ну, вот в суде она говорила, что не знала, к чему вот это вот все может привести, смена назначения земли, да, там происходило. Вы знаете, вот этот весь бред, который несут вот эти все чиновники вместе с бывшим главой города, что это все делалось на благо города, что они не знали, что они не понимали, что их там вводили в заблуждение, что кто-то боялся потерять работу, кто-то еще что-то. Ну, вот знаете, кроме как бреда, это ничем тебе дозовешь. Это люди, занимающие определенные должности, работающие на государстве и должны представлять интересы государственные, а не какой-то частной организации, которой вдруг захотелось за 330 тысяч купить 4,5 гектара парка. Поэтому вот эти все их, что там она не знала, ну, честно говоря, я не верю. Может, кто-то верит, но я нет. А вот у нас в эфире как раз экс-депутат Альберт Бекалюк, который был в том созыве, при котором принимались все эти решения по парку, он как раз говорил, что Шульгину стоит задуматься о том, чтобы уволить каких-то сотрудников мэрии. А вот эти самые депутаты того созыва, которые на заседании прямо перед Новым годом в декабре принимали решение о переводе, о смене назначения земли, им что-то может за это быть? Ну, честно говоря, неплохо, если бы что-то им было, потому что их самоизбирал народ, и наверняка не для принятия таких решений, когда отчуждается такое, на мой взгляд, не просто земельный участок, а Парк Победы. Мы все знаем его историю, не будем, наверное, тут снова это повторять. Поэтому, ну, надо просто делать выводы к горожанам, кого они избирали, и, ну, просто в следующий раз. Ну, вот смотрите, вы как депутат, да, вы ведь знаете примерно, как происходит, да, голосование и как принимается решение. Вот вы считаете, всех нужно под одно грести или как? Знаете, я просто вот плохо представляю, когда, допустим, ко мне подходит и какой-то человек и говорит, что вот, знаете, надо проголосовать вот именно так, чтобы нам что-то там продать в пользу какой-то там коммерческой организации, да. Это, ну, честно говоря, вот, ну, для меня, мне кажется, ко мне, во-первых, никто не подойдет никогда с такими просьбами, потому что это бред. Это бред, это надо просто, ну, я не знаю, что нужно иметь в голове, и, ну, во-первых, за это есть какая-то ответственность, я считаю, она должна быть. Ну, кто против голосовал? Значит, здесь подход должен быть к каждому? Ну, продажи Парка Победы, да, сколько мне известно, там, по-моему, два депутата всего голосовали. Кто-то воздержался, да? Ну, да, вот кто-то воздержался, потому что, может быть, там, по крайней мере, недопонимал, что там действительно происходит. А остальные, ну, все же понимали, и, честно говоря, вот, когда они все объясняют, что на нас там давил глава города, это, ну, странно, конечно, но, ну, вот, что есть, то есть, да, поэтому я надеюсь, что и суд, это будет не точка в Парке Победы, все равно организатор, о чем я говорил всегда, что 10 лет город грабили, продажи земельных участков, разворовывание мупов, посмотрите, что ДИБУП, то уголовное дело, в принципе, да, сколько сейчас, вот, даже, не знаю, там, кто у нас сейчас доходится, Дикулин, да, то есть, бывший директор муниципального предприятия, Чичибавин, начальник отдела транспорта, Дубровин, по МУП, Кристаллу, уголовное дело. Уголовных дел полно, я думаю, что это не конец всей этой, всей этой быковской эпопии, и я думаю, что, ну, я имею в виду быковского правления, потому что именно те периоды, вот, как раз, они становятся, так скажем, вот, в это время происходят и события по, из чего и вытекают уголовные дела, поэтому я думаю, что правоохранительные органы должны дойти до всех, и все должны, как говорится, получить по заслугам. Ну, вот, смотрите, пока на данный момент это показания свидетелей, да, вообще, ну, вот, каких-то доказательств, и угроз, там, Владимира Быкова, да, его влияния нет, ведь показания можно и как оговор воспринять. Как вообще так получилось, что сотрудники мэрии начали давать показания? Ну, вы знаете, я не думаю, что это можно как, принять как оговор, да, то есть... Столько лет они это все прикрывали, получается, теперь стали давать показания, вот как так, они всегда врали, и сейчас врут, что... Что они, значит, прикрывали много лет, это, конечно, вопросы к ним, и, я считаю, и со стороны органов должны быть, и со стороны, ну, по морали, наверное, с ними там, их смысла с ними общаться нет, потому что, ну, человек, который, вот, то, что они делали, тут уже вряд ли можно говорить о какой-то моральной составляющей, да, вот... Ну, то есть давлением сейчас на них вы бы это не назвали, да? Нет, я думаю, что это было следствие, чтобы дело ушло в суд, это проходит следствие. Там наверняка делались экспертизы, наверняка были видеодопросы, наверняка были заключения каких-то психологов, врут, не врут, то есть оговор это не оговор. Я думаю, что сейчас наши органы настолько далеко ушли, что, как бы, различить вранье от, ну, от правдивой информации, я думаю, что они уже давно и в состоянии это сделать. Поэтому я думаю, что эти показания, те просто, что пришла там Мамедова, Рубцова, сказали, что нас кто-то составил, а именно такие уже наверняка чем-то подкреплены. Поэтому я думаю, что их, ну, вполне должно хватить, чтобы эта история продолжалась. Ну, а вообще это вот не дискредитация самих себя и власти вообще в целом? Ну, то есть вот мы столько лет вот это делали, а теперь вот так вот? Вы знаете, вот мое мнение, вообще то, что происходило в городе все эти 10 лет, это было, и я об этом тоже всегда говорю, что это было достаточно замечательное время, когда в стране было много денег, много возможностей, там, ну, достаточно стабильная экономика. Вот все, что делалось в городе, вот это и есть была дискредитация власти. Такие чиновники, как, ну, на мой взгляд, вот те, которые сейчас дают показания, вот это и есть дискредитация власти. Куда еще более дискредитация власти, чем вот те, которые приходят и друг до друга начинают давать показания. Да, это, ну, как, вот у них, ну, похоже на какой-то ужатник, да, то есть там сегодня они боялись говорить, потому что им было выгодно, а потом они пришли и дают друг на друга показания. Поэтому вот все, что происходило все эти 10 лет, и вот, ну, на мой взгляд, это и есть дискредитация власти. У нас сейчас перерыв, полминутки, вернемся и продолжим эту тему. Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона сегодня работает Мария Кожевникова, напротив меня депутат Кировской городской думы Денис Ерохин. Мы продолжаем тему по поводу суда по делу Парка Победы. И вот у нас накануне в эфире предприниматель, депутат ОЗС прошлых созывов Дмитрий Русских высказал мысль, что Владимир Быков будет отвечать по этому делу только сведения администрации президента. Что думаете, Денис, по этому поводу? Я могу процитировать его. Я бы, наверное, согласился только в части, может быть, в какой-то, что действительно здесь политическая составляющая во всей этой истории, естественно, присутствует. Но, вы знаете, секретарь рекотделения Единой России, ну, не самая большая должность в партийной хирархии, в принципе. У нас есть соседняя республика Коми, там бывший президент Гайзер, он был членом Высшего Совета, Высшего Совета Единой России. И это помешало ему сесть, и, насколько мне сейчас известно, там 11 с лишним лет то ли ему уже дали, то ли вот-вот дадут, то ли запрашивают. Ну, как-то так, по-моему. Я даже не знаю, не могу. Вот, поэтому у нас садят губернаторов, у нас садят за последние годы полно губернаторов, которые находятся под арестом, да. Поэтому я не думаю, что прямо там за военкоматовского генерала, там, не знаю, пенсионного возраста прямо вот будет упираться и против пятисоттысячного города говорить то, что Владимир Васильевич у нас молодец, и мы не дадим ему в обиду. Ну, честно говоря, я в это не верю. Я не верю, что там администрация президента будет вмешиваться вот в этот процесс, ну, я не знаю, так можно договориться до всего, что, ну, а если бы он, не дай бог, там убил бы кого-нибудь, то есть тоже бы вмешивались. То есть развитие событий-то Вы как видите? Я думаю, что если это дело идет, и дело уже в суде, я думаю, что в любом случае некая какая-то уже, наверное, там, ну, информация минимум как бы есть о всех этих деяниях. Поэтому, Вы знаете, мы ее только обсуждаем с Вами, вот, там, не знаю, с 2017 года, да. В декабре 2017-го снова дописали заявление в Следственный комитет. Ну, слушайте, мы, получается, два года обсуждаем, и ничего не произошло. Если бы, мне кажется, Быков пришел и покаялся, то он бы уже где-то по УДО, наверное, выходил. То есть, поэтому я думаю, что в его случае, там, и в случае всех этих чиновников, которые сейчас приходят на суд, ну, знаете, лучше, там, ужасный конец, чем ужас без конца. Поэтому я думаю, что, ну, просто, вот, не знаю, как вот все большинство, то, что касается, там, Никулин, Чичибаевин, заключить на досудебное расследование, прийти, покаяться и, ну, там, отсидеть сколько-то, что-то самое, как и возместить. Поэтому я считаю, что частично согласен, политическая составляющая, естественно, есть, потому что это председатель показок собрания, пока секретарь Единой России. Ну, то, что вряд ли кто-то за ним будет тут говорить, что нет, нет, не пасаем, я в это не верю. То есть, вы предлагаете Быкову тоже пойти и заключить такое соглашение? Я им всем предлагаю вообще, всем прийти, потому что, ну, знаете, вот мы уже, наверное, перестаем удивляться. И вы, как журналисты, наверное, когда там арестовывают каких-то там чиновников, когда кого-то допрашивают, ну, мне кажется, уже в городе, в принципе, устали удивляться вот этому всему. Поэтому уже нет такого, что, ну, как что-то, как какое-то событие уже просто становится норма. Ну, наконец-то уже люди говорят. Поэтому, как бы, сколько, вот, ну, да, они там пытались, придумывали какие-то схемы, о чем они сейчас, в принципе, в суде и говорят, да. Но в конечном итоге же они оказались все в суде. Поэтому я думаю, что каждый получит по заслугам. Тут просто депутаты ОЗС тоже предлагают, в частности, справедливая Россия. Они предлагают Владимиру Быкову не то, чтобы сдать мандат, а вот до решения суда отказаться от своей должности. Абсолютно здорово. Говорят они о том, что не будут работать в ОЗС под руководством Быкова. То есть, вот, как я понимаю, если в сентябре Владимир Быков будет на своем месте, что очень вероятно, да, то СССРы не будут на заседаниях присутствовать. Вот, там, не знаю, инициативы свои выдвигать, да, законопроекты какие-то поддерживать. Вот, на ваш взгляд, это правильно и по отношению к избирателям, вот, в том числе? Знаете, по отношению к избирателям неправильно занимать должность председателя ЗАГС Собрания тогда, когда на тебя в суде, в суде, а все, мы понимаем, что они все подписываются, а и несут уголовную ответственность за дачу ложных показаний, когда на тебя в суде два чиновника говорят, что ты это делал. И при этом занимать должность председателя ЗАГС Собрания по отношению к избирателям, если уж мы говорим об избирателях, давайте говорить, что вот это точно некорректно, да. А то, что СССР предлагает там, не собирается, вернее, заботать, ну, я считаю, что это абсолютно здраво, потому что, ну, честно говоря, знаете, когда так оно и происходит, такие события, ты приходишь, и этот человек снова пытается чем-то там руководить, ну, я бы, не знаю, тоже бы, наверное, вот так же бы сделал, как они. Поэтому я считаю, что абсолютно здравое решение, я их в этом плане полностью поддерживаю. От работы в УЗС перейдем теперь к гордуме и к довыборам, которые будут в сентябре. Будут выбирать жители города двух ваших коллег, да, новых. 16 человек претендовали на два места, и вот на данный момент зарегистрированы 9 из них. По два от КПРФ, ЛДПР, Единой России, Справедливая Россия, один от Коммунистов России. По двум я посмотрела, еще нет пока ответа, и вот остальных не зарегистрировали. Там были представители Родфронта, один представитель коммунистов России, Родины, и самовыдвиженцы. По одному от Родфронта, а по одному от Родины. И самовыдвиженцы, два самовыдвиженца. И тут дело в том, что это, получается, представители не парламентских партий, да, самовыдвиженцы, еще раз повторюсь. Вот здесь о чем речь? О том, что кто-то неугоден? Или не надо здесь никаких подвохов искать? Здесь действительно какие-то ошибки в документах, неверные подписи и так далее. Я не думаю, что здесь кто-то угоден, кто-то неугоден. Я думаю, что все-таки действительно здесь какие-то ошибки. И у нас забюрократизирована система так, в том числе и избирательная, в том, что достаточно подачи этих документов, достаточно непростое дело. И вот, естественно, до мелочей вникать, и чтобы все это было настолько правильно. Что касается, когда они зарегистрировали по подписям, ну, я просто не понимаю, это происходит в каждую избирательную кампанию, когда людей снимают по подписям, но вот неужели до сих пор там не понимают, что нельзя брать какие-то старые подписные листы и переписывать там, к примеру, да? А вы считаете, что так именно происходит? Я не знаю, откуда берутся, но мы же говорим там, допустим, то, что и СМИ говорят, что какие-то там умершие, какие-то выбывшие, какие-то неправильные адреса, но это же где-то люди берут, поэтому, ну, я думаю, что вот, когда люди по такому пути идут, ну, и потом говорят, что они не зарегистрированы, ну, это как бы там, я не знаю, на что надеюсь. И второе, я считаю, что большинство из них, учитывая то, что, в том числе и кто не зарегистрированы, кто не зарегистрированы, я считаю, что некоторым это и не надо. Допустим, когда сама люди понимают, что они не рассчитывают на победу, допустим, какие-то непарламентские партии, я имею в виду, то они, ну, там, я могу только предположить, да, то есть, они осознанно, может быть, в чем-то делают какие-то нарушения, когда их горы с бирком снимают с выборов, они говорят, что вот мы такие неугодные, поэтому... А для чего это все делается? Для того, что, ну, это в ихнем варианте, это как бы лучше не участвовать в гонке, потому что они, ну, может быть, кто-то заведомо знает, что они проиграют. А что это, некий вариант пиара или о чем вы говорите? Да, некий вариант того, что говорит, что вот мы такие, как бы такая оппозиция, что вот у нас это. Я не знаю для чего, я просто предполагаю, что, ну, когда 9 человек, когда одного-двух, это понятно, но когда 9 человек там не зарегистрировали, я допускаю, что тут как раз вот все... Нет, 9 зарегистрировали, наоборот, да. А, 9 зарегистрировали, ну, получается, 7, да, не зарегистрировали? По двум, получается, неизвестно, и по пяти отказ. Ну, может, кто-то будет еще оспаривать, может, кто-то восстановится через суд, но я считаю, что в том числе и когда допускаются там, допустим, какие-то умышленные, вот то, что мы видим по Москве сейчас, да? Ну, вот, правда, напрашивается какая-то аналогия, да? Да, вот эти пассовые протесты, но когда, допустим, журналисты объясняют, почему там их не зарегистрировали в средствах массовой информации и показывают их неподписные листы, вот я буквально сам смотрел в новостях. Там речь идет о фальсификации, именно не подписи, а именно о фальсификации при проверках. При проверках, совершенно верно. То есть это фальсификация, допустим, там, не знаю, там, умерших людей, да, они вписали, что кто-то за них самокью расписался, вот показывают свидетельство, вот показывают, что человек там два года назад умер, вот показывают подписной лист. То есть и понятно после этого, когда они выходят на улицы и говорят, что вы знаете, вот мы такая позиция, что нас не регистрируют, ну, как бы такой, знаете, спорный вопрос. А, то есть вы и в Москве видите подоплеку? Там-то как раз речь идет о том, что считают неверными результаты проверок. Ну, знаете, это всегда спарется, это первое. А второе, знаете, как бы, я считаю все-таки большинство, большинство, что у нас, к сожалению, вот именно о чем я, в принципе, начал забюрократизировано, просто чтобы не было, наверное, таких вот протестов, чтобы таких недовольных, наверное, как-то надо упростить вот эту систему по регистрации. Ну, было же на Украине там 38 кандидатов в президенты, почему у нас не может быть там 38 кандидатов там в депутаты в любых уровнях? Поэтому я думаю, что это надо просто сделать проще, чтобы уйти от этого, чтобы все, кто хочет участвовать, они как бы участвовали. Ну, вот... А проще это, что отменить? Ну, отменить какие-то, может быть, не отменить, а упростить какую-то подачу там документов или еще что-то. Ну, то есть, если есть там у человека там, допустим, он не судим, он гражданин Российской Федерации, ну, вот смысл еще что-то там, просить какие-то лишние на стадии, допустим, до стадии регистрации, да? То есть, ну, я не знаю, что, но вот можно посмотреть по примеру других стран, когда там действительно участвует там по множеству кандидатов. Поэтому я считаю, может быть, тут что-то стоит упростить. У нас сейчас перерыв на рекламу, полторы минуты, и вернемся в студию. Продолжается программа «Особое мнение», и сегодня его высказывает депутат Кировской гордомы Денис Ерохин. Денис, до перерыва мы обсуждали с вами тему до выборов, и вот в прошлом году были такие же, также выбирали двух депутатов, по двум участкам шло голосование, пришли на них только 8% из тех, кто мог это сделать. Вот почему, на ваш взгляд, к довыборам такой интерес низкий, и можно ли его как-то поднять? У нас и к выборам-то интерес достаточно низкий, и мне кажется, он, ну, за исключением, может быть, там Госдумы, за исключением там президентских каких-то выборов, может быть, там какая-то явка есть. А здесь, я думаю, что это как раз связано с апатией населения, с апатией жителей Ташего города, потому что они, в принципе, видят, что, ну, так в Кире-то особо ничего не происходит, и когда почитают ещё новости ваших коллег, когда там чиновники друг на друга в судах дают показания, ну, понятно, что, как бы, вера в чего-то уже, как бы, пропадает. Ну, то есть надо, чтобы наш народ радостнее стал, да? А для этого что нужно? Я радостнее стал, чтобы чиновники были более честнее, более, так скажем, доступнее для народа, более, так скажем, ориентированны для народа, для тех, кто их выбирал, и, в принципе, как бы ради чего они ходят на работу, то есть задача любого чиновника сделать жизнь жителя города или, там, области, в зависимости, где он, да, находится, жизнь сделать лучше, проще, сытнее, там, и так далее. Но здесь о депутатах речь, вот, расшифруйте, доступнее для людей, это как, ведь они и встречи проводят, там, да, депутаты. Нет, депутаты, да, но я имею в виду то, что я вот просто могу сказать, как депутат, что... Чиновники велорейды устраивают. Что устраивать? Чиновники велорейды, но вот доступнее для людей, это что, что? Это больше на спорт, похоже, а не для, на субботние такие эти веломарафоны. Я имею в виду то, что, в принципе, администрация, то, что происходит в городе, потому что депутаты все равно, они принимают какие-то решения, принимают еще что-то, но все, все, что происходит, это работа администрации. Администрация готовит, администрация исполняет эти поручения, решения, там, и так далее. А депутаты, они только могут либо, так скажем, внести какие-то свои, там, так скажем, предложения в работу администрации, либо там проконтролировать тот и иной процесс. Но в конечном итоге, вот, по крайней мере, все равно, к сожалению, Польша, все, что зависит в городе, это, в принципе, связано с работой администрации. Поэтому, вот, все чиновники, которые, о чем я, в принципе, говорил, о том, чтобы, когда люди будут видеть, что администрации, чиновники работают для людей, тогда, наверное, и интерес их и к выборам будет, и к жизни города, и к политической жизни города, в том числе, таким, как выборы, будет возрастать. А пока они этого не видят, но очень сложно их убедить. А вера в то, что мы с 90-го года ходим на выборы, и вера в то, что вот сейчас мы кого-то изберем, и там сильно что-то изменится, ну, вот, очередные выборы проходят, а сильно-то ничего не меняется, и потому что там, ну, как-то вот так происходит, да, потому что, ну, честно говоря, так скажем, ну, существуют все равно и технологии выборные, и, ну, иногда избираются те люди, вот, допустим, как в законодательном собрании, там, которые, честно говоря, ну, вот в честных выборах, ну, мне кажется, вряд ли бы кто-то из них победил. Поэтому у людей уже появляется некая апатия к выборам. Поэтому я, честно говоря, не готов сказать, как можно поднять явку, ну, наверное, очередными лозунгами, что вот надо прийти и проголосовать, не более того. К другой теме перейдем, потому что времени мало уже остается. С 1 августа в городе сменился поставщик воды, стал им муниципальный водоканал. 30 июля РСТ приняла решение о тарифе, и он снизился на 2 копейки по сравнению с тем, что было для ККС. Вот, на ваш взгляд, при таком тарифе водоканал потянет все обязательства, которые должен выполнять? Вы знаете, я всегда говорил и говорю, что все, что связано с жизнеобеспечением города, безусловно, это должно быть государственно. Это либо областное, либо публиципальное, но точно должно быть государственно. Насчет справится ли водоканал, ну, честно говоря, вот в той стадии, в которой сейчас, ну, у меня, честно говоря, большие сомнения. С тем руководством, которое сейчас, ну, у меня тоже большие сомнения. Почему? Потому что, ну, я очень хочу, чтобы я ошибался, да, и что через год мы увидим процветающее муниципальное предприятие, но что-то, мне кажется, что такое не произойдет. Один пример, вот, ну, еще так, скажем, с депутатов сильно, наверное, никто не вникал, по закупкам, которые происходят сейчас на МОП-водоканал для нужд, которые им необходимы, чтобы выполнять свои обязательства. В мае было принято решение, что МОП-водоканал становится гарантирующим поставщиком воды. В июле происходят закупки у единственного поставщика всего, то есть техники, компьютеров на какие-то там страшные цифры. На какие? Ну, там, по-моему, около 50, что ли, миллионов компьютеров. Могу ошибаться, но около этого. То есть там есть конкурсы 22 миллиона, 4 миллиона, там несколько конкурсов по 4 миллиона, 3 миллиона, ну, там, наверное, около 50. И везде один победитель. Один победитель. Что касается компьютеров, это московская организация. Видимо, вот, то есть как они объясняют, почему вы единственное поставщика, то, что никто не успеет поставить в связи с производственной необходимостью, это нужно сделать срочно. А вот... В этом вы видите некую... А вот организация, по-моему, цифровая технология, или, боюсь, ошибиться, по-моему, так, а находящаяся в городе Одинцово в Московской области, она вот успевает поставить. Техника, которая закупается, ну, тоже, на мой взгляд, по спорным ценам. Понятно, что наверняка это все будет проверяться, и все эти истории, так же, как и предыдущие истории с муниципальными предприятиями, когда-то выявятся. Просто самое главное, чтобы город у нас не остался... Ну, чтобы у горожан была качественно предоставляемая услуга. Сомневаетесь в этом вы разве? Очень хочу ошибаться, но, честно говоря, на сегодняшний день я сомневаюсь, видя, что, ну, честно говоря, вот с мая месяца у людей была возможность закупаться, что мешало, и вдруг там появляется единственный поставщик, какие-то московские организации. Ну, то есть, знаете, эта история уже очень похожа на те, которые сейчас вот этих товарищей, которые находятся там, кто под домашним арестом, кто в СИЗО. Мне кажется, вот что-то вот, там есть какое-то сходство. Поэтому могу ошибаться. Нет, ну, а качество воды как здесь? Качество воды, я знаю, что, допустим, у ККС была лаборатория, и они несколько проб брали в день, там не один, по-моему, десяток проб. Но сколько сейчас берется, я не готов сказать. Ну, они, нет, по поводу качества, они обещали, что оно будет таким же. Вот по поводу, может быть, бесперебойной подачи воды могут возникать какие-то вопросы? Или их не должно быть? Нет, ну, по идее, их не должно быть, но, не знаю, тут единственное, как бы, время. Понимаете, мы с вами много что здесь обсуждали, в том числе там и муниципальные предприятия. Но в конечном итоге мы как-то с вами, если посмотреть там предыдущие эфиры, те сильно и ошиблись с тем или иным прогнозом, начиная там от Парка Победы, заканчивая каких-то мупов. Поэтому давайте здесь тоже, наверное, посмотрим. Будет спустя какое-то время, но что-то подсказывает мне то, что здесь будет примерно то же самое. Ну, пока нет никаких жалоб от кировчан? Или они уже поступают вам как депутатам? Нет, я имею в виду по закупкам, по всему, по качеству. Будем надеяться, что тот, так скажем, запас прочности вот этих сетей какое-то время позволит обеспечить бесперебойное, так скажем, обеспечение жителей водой. Будем надеяться на это. Наша программа подходит к концу. Денис, спасибо вам большое. Доброго дня вам и доброго дня всем слушателям. Всего доброго.